Я вам показал отчет, смотрите. Я кратко, я не буду все это читать. Рекомендация первая. Направить материалы проверки уполномоченным правоохранительным органам для осуществления проверки, счета наявности в деях и, главное, можливо, имфу, без деяльности директора департамента Кузнецова, заместителя директора департамента Репина, признаков состава административного либо уголовного правонарушения и принятия соответствующих заходов важных чиновного законодавства. Второй пункт. На выполнение положений Закона Украины про побегание коррупции содержится рекомендация городскому голове отстранить Кузнецова, Виталия Валерьевича и Репина Александра Владимировича от исполнения обязанностей выполнения обовески директора департамента и, соответственно, заступного директора департамента на период, пока будет проходить выяснение всех обстоятельств дела уже либо в правоохранительных органах, либо даже в судебном порядке. Дальше мы рекомендуем, как-то так этот аспект считаем тоже очень важным, все-таки отделу цен и ценовой политики управления потребительского рынка департамента экономического развития Николаевского городского совета проверить соответствие всех расчетов, тарифов на управление многоквартирными домами, которые были приняты и учтены в рамках проведения этого конкурса. Кроме того, на выполнение пунктов 3 части 2 статьи 52 полномочия исполнительного комитета сельского поселкового городского района в городе совета закону Украины о местном самоуправлении рекомендовать исполнительному комитету городского совета отменить приказ департамента червично-коммунального хозяйства номер 96, ну собственно, который и был результирующим по назначению управителем многоквартирных домов в городе Николаево. И два пункта, те, которые упоминала Елена Васильевна, для нас это, конечно, тоже большая работа еще на перспективу, потому что в этом и в том числе и в контрольной функции заключается работа депутатов. Мы рекомендуем исполнительному, в людском уголове создать дополнительную рабочую группу относительно усовершенствования структуры исполнительных органов городского совета и усовершенствования положения в этих органах. И также рекомендовать департаменту жилищно-коммунального хозяйства на фоне того, все, что мы видели, как это проходило, все-таки тоже определить для себя основной документ для их деятельности. Это разработать программу реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства города Николаева на 19-й, в 2022-й, в 2023-й годы. Что по сути даже не было сделано, то проведение этого. Эта программа должна была с учетом отдельным разделом предусматривать и работу в целом по внедрению института управителей многоквартирных домов и механизм ее реализации. К сожалению, это уже не было, поэтому мы получили такие хаотичные противоправные действия. Почему последний пункт, дело в том, что знаете вы или нет, 10 июня вступил в силу новый закон прожитого коммунального посудя, который кардинально меняет отношения и управителя, и соблаги и соблаги и соблаги и соблаги и в том числе меняет отношения исполнительной власти, в частности нашего департамента ЖГХ в принятии решения. То есть фактически мы уже становимся, ну наш департамент становится там практически лишним, может вести только какую-то такую разъяснительную работу, а прямого влияния, как это сейчас, мы иметь не будем. И поэтому именно нужно сделать программу с учетом в том числе и этого закона. Закона об особенности управления квартирными домами, закона права СНД и так далее. Все это собрать воедино и сделать документ, чтобы мы понимали, какие функции, в частности, управления жилищного хозяйства департамента ЖГХ есть. Я буквально еще реплику в начале момента все исполнили. Это выводы и рекомендации древней комиссии, которые обязательно лягут в основу уже конкретного решения Николаевского городского совета, я думаю, рассмотренного и принятого на сессии городского совета. То есть это уже будет рисунок. Редактор субтитров А.Семкин, Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин,